Не испугаться мороза и отправиться купаться в ледяную воду. На такое в ночь на 19 января решились сразу несколько тысяч жителей Ульяновской области. Ощущения после омовения непередаваемые, особенно у новичков. По информации городской администрации, за ночь в областном центре почти три тысячи ульяновцев пришли на прорубь и пели праздновать крещение. Больше половины из них прошли обряд омовения. В Ульяновске для купания отведено 8 мест и традиционно. Одно из самых массовых – это иордай на реке Свиягу у автомеханического техникума, а если быть точнее, около храма в честь сошествия Святого Духа. Здесь уже много лет подряд купанием предшествует уникальный для Ульяновска крестный ход. В древности, чтобы показать, что Христос пришел не никуда, а именно на воду, двигался крестный ход, направлялся именно к источнику воды близлежащему. Поэтому на Руси всегда крестные ходы были зимой для освящения именно источника воды. В этом году впервые крестный ход от храма до Свияги возглавил митрополит Симбирский новоспасский Лонген. Вместе с прихожанами и священнослужителями он совершил чин великого освящения воды. Затем владык осветил воду в самом храме в честь сошествия Святого Духа на апостолов. Сначала было немного волнительно, так как я впервые участвовал в подобном крестном ходе. Раньше на крещение мне не доводилось принимать участие в крестном ходе. Вот сегодня, слава Богу, я смог выбраться в храм и принять участие в крестном ходе. Впечатления самые лучшие. Конечно, официальной инструкции, как проводить крещение, не существует. Однако для многих праздник связан с купанием в проруби, которое якобы призвано напомнить людям о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. И как многие считают, чтобы смыть с себя грехи и очистить душу. Хотя по церковным канонам это не обязательно делать. Важно помолиться, причаститься и исповедаться.